так друзья 48 день идет значит вчера вечером вытащил двоих верни одного вот этого и вот этого отсадил его надо убирать потому что уже от него толка не будет в общем он сильно мучается и вот сейчас сейчас где-то в районе четырех дня вот еще 2 вытащил так поэтому смотрите тут похоже на водянку но мы сейчас всех скроем посмотрим да похоже на водянку белый поймет говоря то что он не ест значит здесь тоже похоже на водянку здесь нет и здесь нет вот эти вот под вопросом короче сейчас мы их вскроем посмотрим и тогда скажем что как но это плюсом к тем еще двум который в теплице лежат ну это уже посчитано где-то в теплице как его поделиться имею ввиду который съели падешь на данный момент я не могу сейчас точно сказать но уже к 20 приближается это вообще партия до 20 процентов будет от партии а крупная что крупный в крупном возрасте вот сколько вот такого вот падежа такого ну где-то уже наверно к десяти ну короче не проходит бесследно для птицы то что она поносим правильно неспроста поносила и это сказалось вот в общем мы считаем таким образом при вскрытии уже ты делал что там что там разные причины есть водянка есть svs вскрывая их неправильно я так для себя смотрю чё как вот водянка видно да да пошла она все показывает того пока ну вот у этого есть смотри войны сколько видите водянка вот она вся брюшная полость вот она и желтые сгустки пошли до печени цвета такого не очень правильного тоже неправильно и увеличена на здесь в общем картина нас ну все да вот и и это вот она в мешке сердце в водяном у него вот это вообще про прям все сразу и перекордит да как это называется гидро гидро перекордит да и все вся брюшная полость в воде вот видите ну все хлюпы хотят цвет кожи но нет нет тоже так но здесь скорее всего тоже ну вот этот смотри цвет кожи ты темнее чем здесь вот смотрите все пошла да вот я проткнул брюшную полость по цвету мяса уже понятно сразу и тот который сейчас у меня я забил который убрал ну вот да тоже здесь водянка печень увеличена ведь какого цвета лава смотрите сердце тоже вот обратите внимание видно вам нет сердца вот оно все вздут и тоже водяном мешке находится видно все в общем короче получается вот две особи от водянки и вот по этому цвету мясо посмотрите отличие какой смотрите светлое мясо посмотрите темное фиолетно как сказать не фиолетовое красное мясо синюшно малиновое какое-то да и печи смотрите насколько здесь увеличена печень и здесь меньше значительно и здесь печень кстати получше вот это сердечник это сердечник вот у него вот здесь вот по всей видимости видите вот кровь типа разрыва сердца но и свс у них синдром нецепной смерти сердечко что-то ему не понравилось испугался сердце кряк и все и привет а вот эти вот две водяночных две водяночных курицы и третий который сейчас вот я там у меня стекает тоже водяночные можно даже и не смотреть но я сейчас если длитель а да если ребенок не подойдет то я успею его тоже скрыть средний то вообще приличного веса вообще уже приличного веса прямо ну вот видно снимаешь но все потекло тут даже смотреть не еще на печень будет такая же увеличенной в общем и жалко видите терять уже крупная тушка здесь килограмм по два ну вот ребят такие дела так что вот такое случается так вот смотрите в такой ситуации скрываю сразу скажу что неправильно я курицу скрывает по-другому я это делаю так скажем в экспресс-варианте экспресс-метод такой у меня для выявления отсутствие какой-то нехорошей болезни которая проявляется на внутренних органов там будь то бактериального направления или вирусного значит открыв вот таким образом курицу я вижу внутренние органы и скажем так что могу понять в чем здесь причина и в основном эти причины две либо с в с проблем с сердцем либо водянка вот в данном случае это мы видим и синдром внезапной смерти и водянка вот на трех особях далее как бы да нет смысла изучать этот вопрос ветеринарной клинике потому как ну ничего там нового не скажут друзья вот еще у нас ночная жертва 12 часов того же дня скрыл птица светлая мясо светлая не ела по всей видимости пустой кишечник на попе следы белого помета и видите вот увеличенная печень свет печени нормальный но она гигантская не гигантская но скажем увеличена для такой птицы птица веса небольшого где-то наверно до полутора килограмм а печень во всю брюшную полость на сердце тоже есть вот здесь мешочек след не знаю видного след кровяного такого сгустка непонятно в общем от чего она сдохла от сердца или что-то у нее с пищеварением было так как она не потребляла ком корм мы видим что кишечник пустой не увеличена печень по какой-то причине так 19 февраля сейчас где-то 9 часов вечера вот еще вытащил 1 при вечерней чистки надрез сделал ну вот видно вот видите водянка желтая жидкость и цвет соответственно тоже у нее такой красный красный цвет кожных покровов не надо броситься погоди он моет видишь клетки стой здесь не выходи котя не выходи у нас ален ты прямо подо льдом стоишь под гигантской углы бы наверху смотри как мы зимой клетки моем нас спрашивали вот так и моем не замечал раньше или меня уже заморочка короче за керхер повез в ремонт керхер не смог я сам сделать решился значит ремонт сервисном центре сначала позвонили значит объявили стоимость ремонта сейчас скажу нужно коллектор сказали поменять где ходят клапан байпасной сказали за ремонт блин я уже забыл сколько сказали за ремонт в районе что-то 5000 на 5400 до 5400 сказали я говорю а вы уверены что там выключатель в порядке ангета что такое я горит его я мне мастер говорит я горит его смотрел что-то там не тоже не понравился я думаю что вы там неправильно поставили я говорю что я разбирал уже 7 раз я говорю нет говорю на выключатель обратите внимание у меня зависал переставал горюк функционировать и он не говорит он тогда и выключатель надо менять то есть диагностика нормально если бы я не сказал мне бы так отдали бы керхер я привез его обратно бы не опять не работал я грыз комс будет стоить вот там что-то значит посчитал на калькуляторе короче сказал все вместе 10 600 я короче его садок не он новый стоит 22 сейчас у них такой короче я говорю ну все вы перезвонил начал репу чесать я не говорил что вот так и будет как вот я сказал ты отвезешь другим мастерам они ничем не лучше чем кто-то другой да его посмотреть в том числе и я и приговорить то же самое но к вопросу что запчасти там будут стоить денег ну и чё в итоге короче за десятку с лишним ремонтировать керхер я не готов был я ему короче позвонил говорю слушай командир давай глюта глюк есть варианты наверняка же можно подкинуть зона разочета но я работал в такой структуре то с автомобилями знаю прекрасно как это делается не в ущерб другим людям вы имейте ввиду это говорю просто есть аппараты которые там бросают оставляют не в них не забирают и так далее наверняка есть варианты откуда снять вот и он не такой говорит коллектор нет коллектор новый будет а с включателем горячень придумаем нет вопросов сколько будет стоить что там опять там 7500 я грудова 7 такой не могу 7 250 я грукий короче за 7 250 в итоге отремонтировал керхер не знаю сколько он прослужит гарантия гарантия 6 месяцев на ремонт информация кстати говоря такая у них на керхер я с менеджером сговорился акция сейчас есть если у вас день рождения вам скидку дает что-то он искал 25 процентов что 25 в общем короче пусть не посчитали с керхера за 22000 который там чуть ли не 6000 6 получается ну короче в общем около этой суммы так что имейте ввиду если кто-то решится на покупку вот в официальном магазине я на кошерке это все делал там у них вот такая акция есть ну посмотрим как ищите как он сказал ищите человека с днем рождения до ищите человека днем рождения любого неважно и вот такая убегаем любого неважно и вот такая у нас